добрый день дорогие друзья пришло время нашего очередного урока ну и мы надеемся что интернет нас не подведет на сей раз и будет работать непрерывно будем надеяться что появятся какие-то слушатели и отреагируют на то как все это показывает или не показывает сегодня у нас на календаре 21 день месяца люль это значит скоро мы уже приближаемся к рошана мы знаем что условно говоря наши мудрецы определили что сотворение началось ну если 1 тишрея это шестой день творения то значит вот добрый день если что-то будет не так то вы как-то сообщите отреагируйте на так вот 25 по существу 25 иллюля это первый день творения так скажем а 25 иллюля это у нас вот как раз если смотреть на календарь это понедельник 14 сентября это 25 иллюля и как раз в понедельник начинается сотворение вот видно в понедельник их мама родила в этот раз 25 иллюля выпадает на гамшини на понедельник ну наверное это все хорошо так что мы приближаемся к новому году кроша шана а это значит что тема нашего разговора скорее всего будет о том что мы называем шува поскольку это самый актуальный теперь вопрос шува шува это значит возвращение покаяние но мы понимаем что роша шана этот день суда и написано что каждый сотворенный предстанет перед всевышним и поэтому естественности каждый сотворенный предстанет перед всевышним то лучше предстать перед ним как-то готовым и для того чтобы подготовиться нужно вот эту шуву совершить и вот мы сегодня как раз будем говорить о том что называется шува я вам хочу сказать что на эту тему сейчас ведется огромное количество разговоров и я думаю что есть разные мнения и те кто внимательно слушают эти уроки они иногда ловит себя на том что видят некие противоречия разговоре 1 2 3 ну пусть они вас не смущают потому что в конце концов вопросы покаяния это очень индивидуальные вопросы и когда ты начинаешь они говорить вообще то могут быть какие-то разные понимания процесса всем привет вот здесь появились какие-то люди всем всем привет и я еще раз определить тему нашего сегодняшнего урока это по существу она опирается на нашу недельную главу тема опирается на нашу недельную главу в эту субботу мы читаем это практически последняя суббота перед роша шана и мы читаем две главы они сдвоенные первая глава не цавим и вторая воелых не цавим в этом не цавим начинаешь им руки это вот не цавим это стоите в этом не цавим а йом кур хэм лифнея шем руки и вы предстаете сегодня все перед господом богом вашим и перечисляются и вот один из вариантов объяснения а йом сегодня это день вашего покоения нашего покоения покоения человека перед днем суда если спросить любого человека ну что такое раскаяние покаяние у каждого человека есть по этому поводу свое понимание своя точка зрения что значит раскаяться покаяться процесс этот очень важный и я так думаю что мы множество раз совершаем его может быть даже безотчетно каким-то образом относясь к тому что мы делаем по-разному это происходит сознательно бессознательно но по крайней мере такие процессы существуют иудейское учение все время требует от того чтобы требует того чтобы этот процесс был сознательным то есть чтобы мы относились к этому осознанно и так мы начинаем разговор с того что я хочу хочу обратить ваше внимание что вот эта наша глава не цавим там есть несколько тем очень важных тем в этой главе вот первая тема это первая тема это тема отшу вы тема возвращения вот если вы откроете прям вот главу 30 не своим не своим начинается с вовы 29 но если вот откроете главу 30 то по существу практически вся эта глава она посвящается тому что называется от шува ну вот что здесь написано вот если мы читаем 32 стих в шафта ата шем элокейха и вернешься ты до господа бога твоего выше мата бекуло и будешь слушать его голос и во всем что я тебе муж и значит говорит что я тебе заповедовал сегодня ты и твой сын и твоя дочь и и так далее вернешься ко всевышнему до дальше у нас написано опять-таки если мы смотрим стих даже глава 30 стих восьмой в это то шуф и ты вернись выше мата бы кола шем и слушайся голоса всевышнего в оси то это коль митсвотов и выполни все его заповеди ашер внухим и цавха йом который я муж и рабыну завещает тебе сегодня то есть покаяние я в данном случае рассматривается как возвращение возвращение ко всевышнему ну понятно если говорить о нашей концепции жизни то всевышний нас создает помещает в райский сад а потом отдаляет от себя то есть мы находимся рядом со всевышним самом начале в ганна эдене и потом исходя из того что происходит некое происшествие нас изгоняет и дальше вопрос мы должны вернуться обратно мы должны вернуться обратно и это есть чува чува значит есть возвращение к первоистокам к состоянию ган эдена райского сада до греха падения естественно чтобы туда вернуться нужно каким-то образом что-то делать что-то значит первая часть 30 главы по существу на вся посвящена вопросом возвращение ну вот с определенного места я имею ввиду вот если мы смотрим 30 глава какой стих 15 стих 15 до 30 глава 15 сих здесь написано следующее смотри на тателе фанейха гайом и до хаим в этом мало вид готов в этом а вид ветра смотри даю я перед тобой сегодня жизнь и хорошие и смерть и плохое жизнь хорошая смесь хорошие и дальше если мы чуть перескакиваем чуть ниже да и там написано следующее я имею ввиду стих 19 тоже глава 30 стих 19 да и написано так хаиддоти вахэм свидетельствую я перед вами аем сегодня и к ты чем же он свидетельствует это шамаем в это арец два свидетеля есть небо и земля и дальше а хаим вэгамавет на тателе фанейха жизнь и смерть я даю перед тобой и дальше написано а браха вэгаклала благословение и проклятие и дальше написано вэбахарта бахаим и выбери жизнь лимаан тихье ата вэзар эха во имя того чтобы жил ты и твое потомство о чем здесь идет речь о выборе всевышний передо мной в общем как-то расстилает или кладет ну условно образно говоря да жизни хорошие смерти плохое дальше написано жизни благословения смерти проклятие и мне предлагается выбрать жизнь во имя того чтобы вот жить мне и моему потомство речь идет о выборе вот две темы у нас обозначились первая тема 30 главы это шува возвращение или мы говорим покаяние и вторая тема это право выбора покаяние и право выбора вот я как бы определил два момента есть покаяние возвращение есть право выбора у человека я сейчас перешел и взял в руки книжку рамбама рамбам да эта книга мишне и тура главная его книга законодательная книга где в общем-то описаны все законы очень важная книга яда хазака 14 книг и и и у меня книга называется она сэфер хам сэфер хамада то есть книга знания книга знания вот в этой книге знания есть так называемые им ход шува законы о возвращении законы возвращение я вот вам хочу здесь показать одну очень интересную вещь мы помним там где мы остановились что есть значит возвращение от шува и есть право выбора да что пишет рамбам в пятой главе вот этих вот законов возвращения ну я вам буду прямо перевалить с листа чтобы не затруднять вас ивритом значит написано так право всякому человеку дано всякому человеку дано право если он хочет наметить выбрать для себя путь хорошей хорошего и быть праведником право ему дано и если он хочет обозначить для себя путь плохого да и злодейство и быть плохим злодеем а решут бы яду то есть право ему дается да потому что написано в таре таре вот что написано в таре генга адам а я кахат мимену лада товара вот человек будет как один от меня узнает он плохое и хорошее узнал он плохое и хорошее я вам напомню откуда эта строчка эта строчка снеги берешит в тот момент когда человек съедает плод известного дерева добра и за дерево познания добра и зла всевышний его выдворяет и из райского сада и он ставит стражу по дороге к дереву жизни и он говорит вот теперь когда значит человеку стало ясно что такое добро и зло он стал один написано да а я к их от был один и немину лада товара и от меня он узнал хорошее и плохое значит здесь сказано что человек это единственный на среди всех существ сотворенных который знает плохое хорошее и это цитата говорит о том что у него есть право выбора право выбора то есть добро и зло которое узнает человек о добре или а зле о котором узнает человек дает ему право выбора то есть первородных грех грех по существу нам дарит это качество право выбора да и поэтому здесь дальше сказано что только один человек имеет на земле право выбора и что всевышний не назначает быть ему хорошим или быть ему плохим это в руках самого человека то есть найти есть такое выражение мудрецов все в руках небес кроме выбора быть хорошим или плохим вот хорошим и плохим это вот наше право выбора так вот что интересно что когда рамбан заговаривает о возвращении от шуэ для него очень важны понятия право выбора как в нашей главе сначала говорится о возвращении а потом вдруг переходит на то что выбери это они выбирают это и ты должен выбрать сам я не могу тебе дать это за тобой то есть право выбора каким-то образом связано с тем что мы называем покаяние покаяние и право выбор вот это я хочу разобрать в том что такое покаяние право выбор кстати наши мудрецы считает что первым человеком который сделал шуву покаяние покаяние по-настоящему вот они по-настоящему мудрецы называют знаете кого они называют раувена раувена первенца якова они его называют первым человеком который совершил покаяние почему первым что за него не было людей люди не грешили и не каялись мы знаем что я дам и каин каин делал покаяние каин покаялся и многие люди было огромное количество поколений до раувена по существу до авраама было 20 поколений до авраам это дедушка раувена по существу нет нет дедушка прадедушка дедушка раувена это по существу является исхак так вот что интересно где из какого места наши мудрецы учат что раувен сделал первый в первый кто сделал покаяние очень интересного места это место связано с историей юсефа значит когда братья уходят пасти скот в шхем известная история этой книги бриши да не габриши глава ваешев ваешев и там известная история когда яков отправляет юсефа проведать братьев да и вот братья сидят едят вдруг видят идет юсеф они считают что он их преследует они его не очень любят и вот они его решают убить вот они его решают рубить но раувен останавливает и говорит зачем проливать кровь нашего брата давайте его просто вот бросим в яму и не будем его убивать у раувена был свой план он хотел спасти он хотел спасти юсефа то есть он хотел выгадать время и когда братья отвлекутся он его должен был вытащить из этой ямы и и вернуть к отцу так и таков был план раувена и вот там вся история когда приходит караван вытаскивают подают раувен об этом не знает видимо он не находится в этом месте и сказано вот я читаю сейчас новая шеф главам 37 посуд 29 стих 29 написано так раувен же пришел опять к яме и вот нет юсефа в яме и разорвал он одежды свои значит на иврите написано ваяшев раувен эль-габор яшев вернулся слова тшува тшува в яшев это однокоренные слова и вернулся раувен к яме и увидел что там нет юсефа и разорвал на себе одежды вот как раз вот из этого стиха наши мудрецы делают вывод что вот здесь есть тшува где он разорвал на себе одежды и не знаю почему то стал вот вот это они называют и вернулся к яме от слова ешев тшува не говорят о раувене как первым истинно покаявшимся человеком истинно и далее мы сделаем скачок небольшой к тому месту когда братья приходят в первый раз спускаются в египет чтобы купить хлеб поскольку голод к нами и там естественно они попадаются в руки юсефу они его не узнают да и дальше происходит встреча с юсефом и юсеф их обвиняет том что они шпионы не шпионят в этой земле и бросает их всех тюрьму тюрьму и вот когда их бросили в тюрьму да а он требует они ему все рассказывают что как каким образом а он у них требует так вы приведите ко мне вот того брата бенемина который остался у вас тогда я поверю ваши слова вот они сидят в тюрьме и разговаривают между собой и что они говорят и читаю берешит сорок вторая глава сорок вторая глава двадцать первый стих и говорили они друг другу точно мы виноваты из-за брата нашего потому что мы видели страдания души его когда он умолял нас но мы не послушали зато и нашло на нас горе это ну горе это их бросили в тюрьму и заставляют делать то что они могут делать ну что яков явно не желает отпускать бенемина вместе с ними не желает его потерять то есть они рассматривают то несчастье которое на них свалилась и они видят связь между тем что вот это несчастье это что когда-то они не услышали мольбы своего брата который просил о помощи и вот они вот это разговаривают объясняют это по существу то что у нас называется виду и то есть исповедь они исповедуются исповедуются исповедь это часть 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 шувы и рамбам всякий раз нам говорит что если не будет исповеди виду и то нет шувы ты сначала должен проговорить то что ты считаешь что сделан неправильным и только после этого ты должен попытаться это все исправить значит вот вроде как они здесь виду и совершают и там же присутствует рувен и вдруг он им отвечает очень странно вот я читаю что отвечает им рувен это тоже 42 глава 22 стих и ответил им рувен говоря ведь я говорил вам не грешите против мальчика но вы не послушались и вот кровь его и взыскивается рувен их вроде как выговаривает он ведь вместе с ними он заодно причем они сейчас совершают такой казалось бы очень богоугодный поступок они каются до виду и совершают и ну да скорее всего нужно в этом участвовать тоже он ведь тоже один из них так нет он вдруг себя противопоставляет им всем более того он их укоряет ведь я же вам тогда говорил почему он их укоряет почему он не воспринимает то что они делают здесь вот это очень интересный момент почему рувен сейчас их укоряет в том что казалось бы они каются и вспоминает им то время когда он их тогда просил когда он тогда каялся нам объясняют так что тут они каются раскаиваются по очень простой причине им плохо у них несчастье ведь они говорят вот поэтому мы вот эти вот нашего брата мы не послушали да и поэтому значит вот на нас свалились все эти несгоды то есть есть причина по которой они каются на них оказывается некое давление они не каются потому что они ну а осознали свой поступок они осознали свой поступок как нехороший тот но они его осознали потому что на них сейчас оказывается давление они попали вот в эту ситуацию в которой когда-то был юсеф они попали в тюрьму и он Он тогда вот сидел в этой яме и тюрьме. И тогда Ревен им напоминает, что каяться нужно было тогда, когда вы это сделали, когда ничто не давило на вас. Ведь когда Ревен пришел к яме, на него ничто не давило. Он сам по собственной воле был инициатором того, чтобы его бросили в яму, чтобы спасти его. И когда он увидел, что этого не произошло, он искренне стал переживать, горевать, разорвал на себе рубаху. То есть не было никакого давления на него оказано. Это была его воля покаяться. Сейчас здесь братья находятся под давлением. И поэтому они вспоминают, что совершили нечто нехорошее. Получается очень интересная вещь. Выбор. Как человек делает выбор? И что такое выбор? Выбор, по идее, это свободное волеизъявление. Вот если, допустим, человеку компостируют мозги долго и нудно, я не знаю, пропаганда, радио, телевидение, средства информации на него воздействуют. И определенным образом давят на него, формируют его. Ну, вот знаете, вот выборы идут, да, и дальше начинается предвыборная кампания. И вся предвыборная кампания, говорят, вот агрессивная выборная кампания, она сводится к тому, что человеку или людям, избирателям пытаются внушить некую мысль, чтобы они пошли на участок и проголосовали вот за этого или вот за этого. То есть, оказывается, давление. Можно ли их выбор назвать свободным? И по закону, там, за сутки до выборов нельзя заниматься никакой агитацией, чтобы люди поостыли немножко, поостыли и вот решили, что же они хотят в конце концов. То есть, получается, что выбор, сделанный под давлением, не есть свободный выбор. Только выбор, сделанный без всякого давления, есть свободный выбор. Нет никакого давления. Ты не нуждаешься в деньгах, а ты ни от кого не зависишь. Ну, более-менее мы всегда от кого-то зависим. Но в той степени, в какой вот ощущается. У тебя нет таких каких-то смертельных проблем, проблем, там, жизни и смерти. Поэтому всякий выбор, сделанный не под давлением, сознательно, исходя из самой сути вопроса и проблемы, только это и называется выбором. Так вот, смотрите, когда он здесь нам в книжке предлагает сегодня. Вот я кладу перед тобой, ставлю, кладу, не знаю, жизни и смерть. Выбери жизнь. Казалось бы, странное предложение. Вот перед человеком жизни и смерть, перед любым. Если он нормальный человек. И что, этот человек возьмет и выберет смерть? Вот кто из нормальных людей скажет, да, вот мне смерть нравится, я выберу смерть. Я думаю, что если вот такой некрофил появится, вот, любовь к смерти, то он, ну, не просто странно, он будет выглядеть как не совсем здоровый человек. Потому что, ну, это называется как бы самоубийцем. Он решил закончить жизнь самоубийством и вот он выбирает смерть. И, конечно же, странно, что передо мной вот это вот выставляется, жизнь и смерть, в надежде на то, что еще и добавляется выбери жизнь. Как будто я могу выбрать что-то другое, если я человек нормальный и в себе. А теперь вот что, послушайте. Мы говорим, что выбор должен быть абсолютно свободным. То есть, на меня никто не должен оказывать давление. А ведь на человека практически непрерывно оказывает мощнейшее давление то, что называется вот первородные инстинкты. Вот страх смерти – это врожденный инстинкт. Это инстинкт, который есть в каждом живом существе – страх смерти. И, понятно, я не могу выбрать смерть, потому что на меня давит страх смерти. Я бы мог выбрать что-нибудь одно, если бы на меня ничто не давило. Вот представьте себе человека, это очень сложно представить, у которого нет страха смерти, который не боится смерти. Ну, теоретически представьте себе. И вот такой человек, он свободен в своем выборе. И тогда вот перед ним жизнь и смерть, и он тогда может выбрать или одно, или другое. И вот когда нет страха смерти, выбрать жизнь – это и есть совершить шву, как ни странно. Ведь если нет на самом деле страха смерти, я, может быть, сейчас скажу какую-то крамолу, но если нет страха смерти, если человек не боится смерти, то многие бы эту смерть выбрали. Многие бы выбрали эту смерть. Ведь на самом-то деле мы ведь не смерти боимся, да? Мы боимся вот этого вот перехода из одного состояния в другое, вот этого того, что будет перед. Сам факт смерти, он, в общем-то, и не страшен. А вот то, что будет до этого, вот умирание, это вот, это и страшно, этого мы и боимся. И поэтому мы от этого отходим всячески, и это нас каким-то образом предохраняет. Это очень хорошее свойство человека. Невозможно избавиться от страха смерти. Поэтому тогда же о чем говорит Всевышний здесь? Действительно о том, чтобы выбрать жизнь или смерть? Нет. Он ведь там добавляет, он говорит, а жизнь и хорошее, смерть и плохое. Не зря вот эти добавочки есть, потому что понятие хорошего и плохого, тоф-вера, нам дано от природы. Мы же говорим, что вот теперь человек, он один, который узнал от меня, что такое тоф-вера. Мы на самом-то деле можем распознать плохое и хорошее. Нам такая возможность дана от Всевышнего. Сам Всевышний при творении, в общем, в Ганеде не дал нам возможность различать между плохими и хорошими. И вот когда мы различаем между плохими и хорошими, это подспудно означает, что мы выбираем между жизнью и смертью. Поэтому, если мы говорим о тшуве, об истинном возвращении ко Всевышнему, все сводится к тому, чем определяется мой поступок, мое действие. Выбором хорошего или плохого. А поскольку это мне дано от природы, Всевышним, по рождению, я знаю, что такое хорошее и что такое плохое. Я могу там делать вид, что я не знаю или отказываюсь от этого. Но, судя по таре, сказано, человек – это один, который знает от меня, что такое тоф-вера, что такое хорошее и плохое. Если я, зная, что такое хорошее и плохое, и могу в своих поступках совершать то или другое, я тем самым выбираю жизнь и смерть. И через мое действие, через хорошее и плохое, выбирая то или другое, если я выбираю жизнь, я выбираю тшуву. Почему? Очень просто. Потому что возвращение ко Всевышнему, а Всевышний является источником жизни. Сказанный источник жизни – Всевышний. Значит, если я свое действие направляю через хорошее и выбираю жизнь, я, конечно же, двигаюсь к источнику жизни. Это и есть шува. Значит, все сводится к свободному выбору. Если каждый из нас проанализирует свою жизнь и старается увидеть, насколько свобода, насколько свободно то, что он выбирает, то я так думаю, что мы с ужасом обнаружим, что большая часть наших выборов у нас сделана под давлением, под чьим-то. Мы всегда находимся в чьей-то зависимости, я не знаю уж в чьей обстоятельстве, или средств массовой информации, или мнения другого человека, или еще, или собственного здоровья. Но всегда кто-то на нас давит. Вот освободиться от этого очень важно. Вот об этом я и хотел поговорить с вами в преддверии Росшана, Нового года, Дня Суда. Что такое свободный выбор? Есть ли у нас свобода? У нас есть свобода. Всевышний нам дал свободу различать добро и зло. Осталось, просто малое осталось, осталось выбрать добро. И совершать поступки, исходя из этого. Вот это я хотел с вами сегодня поговорить на эту тему. Сейчас я хочу посмотреть, есть ли какие-то ко мне конкретные вопросы, и тогда я смогу, может быть, ответить на них, если есть эти вопросы. Значит, всем привет, 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 привет. Очень плохо слышно. И тут же написано слышно и видно хорошо. А вот мне плохо слышно, это Дмитрий говорит. Даже в наушниках, Дмитрий, я даже не знаю, как. Я стараюсь говорить четко и ясно, и вроде ничего не прерывается, ничего. А у меня вопрос. Да, давай. Вот месть, например, если люди с людьми владеют. Что, что, месть? Месть. Да. Месть за что-то, что ты делал кто-то плохо. Мною завладела месть. Это вопрос. Вопрос со стороны. Мною владеет месть. Я хочу отомстить кому-то. И? Так вот, этот выбор, он как бы или отомститель, или наказатель, он является добрым или злым по-любому? Здесь очень сложный вопрос. Потому что, когда человек решает мстить, а про мстителя, про мстителя написано у нас, есть мститель крови, когда убили ближнего и вот ближний, другой ближний может отомстить вот в тот момент, пока человек не убежал в город-убежище. На самом деле, месть – это вид суда. То есть, когда человек берет на себя право судить другого. Вот здесь очень-очень-очень сложный вопрос. Имеет ли человек право брать на себя, судить другого? Не является ли это функцией суда? По нашему законодательству, по нашему учению, человек не имеет права судить другого. Есть суд, и суд, состоящий из энного количества судей, находящихся в определенном месте, они и судят согласно свидетельствам. Сам человек не имеет права этого делать. Поэтому месть – это то чувство, которое нужно себе избыть. Себе избыть. Это давление, это не свобода выбора. Месть лишает тебе свободы выбора. А, понятно. Это обстоятельства давят на тебя? Да, обстоятельства давят на тебя. Я не знаю, насколько я ответил. Вы кто? Я не понял этого вопроса. Кто я такой? Фамилия, имя, отчество, должность, место жительства. Если вы меня спросите конкретно, то я скажу. Меня зовут Михаил, живу я в Батьяме. Да, это Тель-Авив большой. По профессии я раввин. Ну вот, вроде как, все вам ответил. Добрый день, добрый день. Дорогие друзья, всем шалом. Добрый день. Все здороваются. Есть ли выбор между убить и умереть? Есть ли поставлен выбор между... Или ты убьешь, либо тебя убьют? Вы понимаете, вот эти вот критические ситуации. У нас сказано так, что если кто-то ночью залез в твой дом, и ты его не видишь, и ты не знаешь о его намерениях, то ты можешь защищать себя любыми способами, вплоть до того, что ты его можешь убить. Если же поднимется солнце, и день настанет, и ты его увидишь, ты его уже не имеешь права убивать. Ты должен вступить с ним переговоры. То есть, если, конечно же, твоей жизни или жизни твоих близких угрожает явная смерть, ты должен обороняться. Ты должен обороняться и... Ну, желательно выбирать разные. Можно выбирать, конечно, способы обороны, если их можно выбирать. Но у нас очень опасно это сознательное убийство или умышленное убийство. Вот это вот самое опасное. Это вот просто кровный грех. Если ты забрал чью-то жизнь умышленно, спланировав в качестве преступления или наживы и прочее, это самое страшное преступление. Если же ты находишься в момент самообороны, себя и своих близких, здесь очень сложно судить. Конечно же, суд может в этом разобраться, но, по крайней мере, в этом нет убийства, в этом есть защита. В этом есть защита. Хотя, говорят, разумный человек видит чуть раньше и может каким-то образом избежать той ситуации, чтобы находиться... Если это происходит случайно и сваливается на голову, как снег, тут ничего не поделаешь. Это экстремальный... И всякий раз, если возникают экстремальные случаи, конечно, его нужно разбирать отдельно. Там очень важны детали. Так, шорам алейхем. Вам всего хорошего. То даем то. Ну, в общем, как-то все рассказано, я не знаю, все, больше ничего не спросили. Значит, я всем нам, вам желаю хорошей субботы и с наступающим Новым годом. Даст Бог, если будет возможность, в следующий раз, на следующей неделе, перед Новым годом, может быть, тоже увидимся. Всего хорошего. Шаба-шарам. Субтитры создавал DimaTorzok